22 мая исполняется 85 лет спортклуба Металлург Магнитогорск, в котором более 15 тысяч человек занимаются физической культурой и спортом на постоянной основе. Один из самых крупных клубов в России. Настоящая гордость Магнитогорска, подарившая городу стране и мировому спорту немало ярких личностей, рассказывает Павел Зайцев. Спортклуб Металлург Магнитогорск – ровесник городообразующего предприятия Магнитки. Из коллектива физкультуры ММК выросли все крупнейшие спортивные организации города. В распоряжении клуба современная материально-техническая база, легкоатлетический манеж, специализированный зал настольного тенниса, стрелковый тир с мультимедийным оборудованием, водно-гребная база, площадки для пляжного футбола и волейбола, мини-гольфа, отличные горнолыжные и биатлонные трассы, скалодром. Представители клуба более 20 раз участвовали в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх и завоевали 13 медалей. В клубе действуют 4 школы. В Дюсша номер 1 обучают спортивной и художественной гимнастике, прыжкам на батуте имени Трампе, а также единоборством – боксу, дзюдо и греко-римской борьбе. Именно гимнаст Виктор Лисицкий завоевал для магнитки первую олимпийскую медаль в истории – серебро игр 1964 года в Токио. Дзюдоисты-сурдлимпийцы – настоящая гордость клуба. На играх 2009 года в Тайбэе Дмитрий Лавров и Жанна Кузнецова завоевали серебро, Юлия Молодцова – бронзу. Спустя 4 года Молодцова стала второй на играх в Болгарии, а золото с первой же попытки завоевала Наталья Дроздова. Сейчас команда дзюдоистов заслуженного тренера России Роуфа Валеева ведет подготовку к очередной сурдлимпиаде, которая пройдет этим летом в Турции. Школа Олимпийского резерва номер 2 занимается водными видами спорта – академической греблей и плаванием. Участником Олимпийских игр 1992 года в Барселоне был воспитанник школы пловец Виктор Андреев. Участниками игр 1996 года в Атланте стали гребцы Сергей Ягуменов и Игорь Кравцов. А в 2004-м в Афинах Кравцов завоевал для магнитки первое олимпийское золото. Новое поколение продолжает традиции старших товарищей. Только за последние 5 лет спортсмены отделения академической гребли завоевали более 30 медалей на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Далеко за пределами Магнитогорска известна школа настольного тенниса. Благодаря построенному в 2004 году уникальному специализированному залу появилась возможность на высочайшем уровне проводить не только учебно-тренировочный процесс, но и всероссийские и международные соревнования. Дюсша номер 3 обучает легкой атлетике. Первым ее представителем на Олимпиаде стала Тамара Казачкова, участвовавшая в Играх 1972 года в Мюнхене. Леонид Масеев представлял магнитку в 1976 в Монреале и в 1980 в Москве. Гордость школы Валерий Спицын – участник трех Олимпиад, обладатель четвертого места на Играх 1992 года в Барселоне и высшего мирового достижения в ходьбе на 50 километров в 2000 году. Татьяна Гудкова – участница Игр 2000 года в Сиднее, где она стала обладательницей высшего мирового достижения в ходьбе на 20 километров. Новая восходящая звезда школы – Валерия Чепкаева, в активе которой целая коллекция золотых наград на первенстве страны. Школа Олимпийского резерва номер 4 специализируется на зимних видах спорта – биатлон, сноуборд, скикросс и горные лыжи. Ее представительница Любовь Белякова была участницей Игр 1996 года в Лилихамере, но главный пока успех школы состоялся четырьмя годами ранее. Елена Белова стала обладательницей двух бронзовых наград в Альбервилле. Отделение горнолыжного спорта – самое молодое в клубе, но одно из перспективных. В 2013-м первую победу в Скикроссе одержала на чемпионате России Анастасия Черцова, а несколько месяцев спустя она стала участницей Олимпийских игр в Сочи. Последний ее успех – золото чемпионата и Кубка России. Отличные результаты в сноуборде показала Полина Смоленцова. В скикроссе Лидия Пентюхова стала второй на Всемирной зимней универсиаде. Шесть медалей на Кубках Европы, Азии и чемпионате России завоевала горнолыжница Ксения Алопина. Вместе с Черцовой и Смоленцовой она претендует на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Корее. Яркое прошлое, достойное настоящее и веровыспешное будущее. С таким солидным багажом встречает спортклуб «Металлург Магнитогорск» свой очередной юбилей. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.